Ну что же, новости по Black Rush, давайте продолжим обсуждать вот всё, что там происходит на всём этом проекте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я начинаю! В статусе игрового менеджера Black Rush появился хэштег 12К. Обычно Кирилл так записывает число рекордного онлайна на проекте, но раньше уже была такая же ситуация, которая в итоге оказалась шуткой. Как думаете, стоит ли ждать новый сервер в ближайшее время? И знаете что, тут можно долго дискутировать насчёт того, а там будет Black Rush открывать ещё один сервер, не будет она открывать ещё один сервер. Проблема тут не в том, откроет она сервер или не откроет, проблема в другом. Найдёт ли она ещё ютуберов, которые смогут снимать уже на 12 сервере проекта, потому что у Black Rush и так большое количество ютуберов уже есть. И что будет дальше, не особо понятно, потому что на 11 сервер, ну вы сами могли вообще смотреть, сколько человек перешло. Там мистер Аллен, который до этого играл на абсолютно противоположном проекте. И вообще там, знаете, старались вот так вот переманить с проекта конкурента вот всех вот этих вот ютуберов. И я каким-то вообще непонятно между делом там затесался. И видимо вложение Black Rush в меня, оно не особо окупается, потому что поначалу, да, ролики собирали много просмотров, но сейчас они таковых просмотров не собирают. И что будет дальше со мной, с Black Rush и с нашими взаимоотношениями, не особо понятно. Вроде как претензий пока никаких не было, ну потому что вроде у всех, так знаете, с просмотрами не особо, но они уже более-менее начали подниматься, а у меня они до сих пор на каком-то таком уровне непонятном. И что с этим делать Black Rush и пиар-менеджеру и так далее, непонятно. Возможно, я отнимаю не такую большую часть бюджета, как остальные люди, в которых вложились, и они тоже собирали небольшое количество просмотров. Хотя я, если честно, за всем этим не следил и могу лишь предполагать, потому что я заходил и вроде как там, вот знаете, просмотров было не столько, сколько было на вот проекте до этого, разумеется. Всегда переход на другой проект или дополнительный проект к твоему, как было в моем случае, это такой, знаете, небольшой то ли стресс для аудитории, то ли нечто подобное. Я всегда думал, почему GTA-самп-ютуберы не могут просто взять и перейти с одного проекта на другой, потому что это постоянно какой-то определенный отток аудитории. Люди тебя смотрели, люди думали, вот, ты будешь на одном проекте постоянно снимать, что у тебя там все будет хорошо. Они регистрируются на этом проекте и вроде как начинают играть, и для них этот проект уже вроде как типа привычный и все такое. А потом ты переходишь на другой, и они такие типа, чел, серьезно? Мы от тебя такого не ожидали, если честно. Нет, ну ты, конечно, там зарабатывай деньги, конечно, все хорошо, но мы тебя смотреть уже не будем. И сможешь ли ты зарабатывать те деньги, которые ты запросил за ролик, это, конечно, ситуация такая. Но, разумеется, потом вроде как все это нормализуется, приходит аудитория, которая вся эта, ну, допустим, была краша интересна. Я вообще в общем говорю про все вот эти вот переходы с одного проекта на другой. И тут, понимаете, то есть большое количество ютуберов они взяли с собой вот на этот самый новый 11 сервер. Я, кстати, играю на нем, если вам так знаете более-менее интересно. И кого они возьмут дальше, если честно, я не представляю. То есть мне кажется, что уже всех ютуберов, которых они могли взять, они взяли. Типа, и что, кого они будут брать на 12 сервер? Мне непонятно. Возможно, что они перекинут с очень фуловых серверов на новый. Вот этот вот весь проект, сервер и так далее. Может быть, нет. То есть как оно все будет, никто не знает. Что вообще со всем этим будет, также никто не знает. И люди сидят такие, типа, ага, ну вот мы ждем, сидим и так далее. То есть 12 сервер, надо вообще посмотреть, какой онлайн сейчас на BlackRush. Сейчас 5 часов дня, и вообще надо узнать, что там. Или вечер уже, что это день, вечер, не ясно. И надо узнать, что вообще по онлайну на BlackRush и сейчас. Потому что, я не знаю, все сервера, абсолютно все сервера зафулины. И по сути, в данном случае открывать новый сервер, это прям, ну, сам бог велел. Но откроется ли он, вот в этом основная загвоздка. Вот это вот, как его зовут, я извиняюсь, Кирилл, по-моему, да? Кирилл, он, типа, вот, пишет это, иногда он рофлит, иногда он не рофлит. Иногда действительно откроются новые сервера, проекты и так далее. Но что вообще будет со всем этим дальше, я не знаю. Я не понимаю. И никто, скорее всего, не знает. Может быть, откроется 12 сервер, может быть, не откроется. Потому что успех сервера нового, вот, который там запускается и так далее, он же зависит от рекламной кампании. От того, какие ютуберы придут, от того, сколько постов будет куплено в том же самом лайфмобайле или, там, я не знаю, в лайфсампе. То есть, все зависит напрямую от этого. И предугадать, откроется ли новый сервер или не откроется, тут достаточно сложно. Потому что ты не знаешь, есть ли еще ютуберы, которые смогут снимать на 12 сервере проекта вот этого всего BlackRush. То есть, ты не знаешь, ты не понимаешь, что вообще будет, что вообще не будет и так далее. Но, в целом, конечно, хочется пожелать BlackRush удачи, потому что я, как бы, на ней снимаю. И хочется, чтобы проект процветал и чтобы все у него всегда было хорошо. Там отличный, там, пиар-менеджер отличный, молодец, круто исполняет все свои обязанности. И вообще, и по общению хороший человек. И вообще, никаких нареканий у меня по поводу всего этого нет. Поэтому, как бы, ну, спасибо большое, что ли, за просмотр данного видеоролика. Я не знаю, будет ли новый сервер или не будет. Но если он будет, то, разумеется, я буду держать вас в курсе всех последних событий. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте под данный видеоролик лайки, пишите комментарии больше четырех слов. Может быть, даже там 320 символов вы сможете написать в комментарии, я не знаю. Все зависит от вас. Увидимся тут же, завтра. И я надеюсь, что все это будет происходить в 20.00, либо же немного попозже. Всем спасибо и всем до свидания. И, разумеется, пока.